День космонавтики сегодня отмечает вся страна. Ровно 57 лет назад Россия стала впереди планеты всей во всех смыслах этого слова. Легендарный полет Гагарина сегодня вспоминали и екатеринбуржцы. Пока молодежь запускала в небо импровизированные ракеты, пенсионеры находились в свободном полете. Это просто космос в репортаже Юлия Анашкиной. Это просто космос. В аэротрубе пенсионер Марат Кабасович чувствует себя будто в ракете. Правда, с инвалидностью полет дается нелегко. Часть тела мужчина контролировать не может, поэтому его постоянно уводят в сторону. Но впечатление это нисколько не портит. Ничего подобного, признается Марат, он никогда не испытывал. Кайф, вон. Адреналин, позитив. Класс. Вы почувствовали себя космонавтом? Да, почти. Я, конечно, не Кайгарин, но где-то рядом. В космос сегодня отправились шесть самых смелых пенсионеров Ленинского района. В честь праздника соцработники решили исполнить мечту детства бабушек и дедушек. Возраст на пути к ней не помеха, считает самая старшая участница Нина Ивановна. 73-летняя пенсионерка сегодня пополнила свою копилку спортивных достижений. На батутах каталась, на лошадях, много испытала. А здесь очень мечтала об этом. Полетать в воздухе, это же велись. Воздух в день космонавтики запускали не только горожан, но и ракеты. Так праздник отмечали на плотинке. В историческом сквере собрались сотни горожан. Молодежь рисовала космос на асфальте, а старшее поколение вспоминало исторический полет. Его свидетели признаются, размах торжества 57-летней давности ни с чем не сравнить. Я помню, когда полетел Гагарин, я учился в девятом классе. Такой был праздник, когда кошмар. Просто все на улицу, музыка вообще здорово было. «Космос наш» доказывает и новая выставка в музее ИЗО. Там горожанам предложили посмотреть на галактику глазами космонавтов. Например, эту картину после полета нарисовал знаменитый Алексей Леонов. Здесь он изображает то, как он парил над Черным морем во время выхода в открытый космос. Этот выход длился 12 минут 9 секунд. Помимо картин, горожане могли увидеть и частную коллекцию фарфора. Ее собрал бывший инструктор по подготовке космонавтов. В ней есть как работа известных мастеров, так и редкие вещи, связанные с семьей Юрия Гагарина. Например, этот кофейный сервиз. Этих сервизов было сделано два. Первый находится в семье Гагариных, а второй находится на вашем обозрении. Этот сервиз был сделан на Коростинском фарфоровом заводе в Украине. И мне посчастливилось найти его в Украине и там приобрести. Впрочем, о космосе на выставке напоминает даже оружие. Так, мастера Слатоустовского завода создали меч и кинжал с кусочками Чебаркульского метеорита. Их монтировали прямо в короны изделий. День космонавтики на этом не закончится. Побывать в космосе горожане смогут еще две недели. Выставка будет работать до 27 апреля. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.